Новый год не за горами, а значит, детям предстоит посетить немало праздничных мероприятий, посвящённых самому главному празднику. Одно уже состоялось 19 декабря в историко-краеведческом музее под названием «Щедрый вечер-щедрец». Школьники окунулись в далёкое прошлое и узнали, чем украшали дома и новогодние ёлки в разные периоды времени – от Петра I и вплоть до советских времён. Новый год отмечали 1 марта. Представляете, 1 марта. Потому что считалось, что Новый год просыпается после долгой холодной зимы и приносит нам много урожая. После истории и различных фактов о главном празднике детям удалось посмотреть новогодние игрушки тех самых советских времён. Раньше каждое украшение несло особую мысль. Вот, например, стеклянные игрушки в виде овощей или ягод служили символом будущего хорошего урожая. После того, как школьники обогатились знаниями, пришло время и размяться. Весёлая и активная часть мероприятия всегда приходится по душе юным непоседам. Ну а далее по традиции творческая часть – мастер-класс. Мы из прутиков делали венки, которыми украшали дом при Петре Первом. Мы украшаем его ленточками, разными шариками новогодними. Я венок этот подарю своей маме. Помимо различных конкурсов и мастер-класса, дети смогли увидеть экспозицию вот такой простой советской квартиры. Маленькая непышная ёлка, Дед Мороз и снегурочка, выполненные из папье-маше. Ну и, конечно же, мандарины. Куда же без них? А сегодня, когда дети вернутся домой, они увидят совсем другую картину. Множество современных новогодних игрушек на красивой, большой и пышной ёлочке. Различные гирлянды, покупные рождественские венки, интерактивный Дед Мороз на батарейках и аналогичная снегурочка. Кажется, что неизменным осталось одно – запах и вкус цитрусовых. Мандарины из года в год остаются самым главным предновогодним угощением.